Доброе утро, братья и сестры. Слава Господу за Его благодать явилось, что мы вновь сегодня здесь на служение. Можем поблагодарить Его сердце, устами своими, воздать ему хвалу. Он сказал, как вы исповедуете своими устами. Он слышит это и отвечает нам. Слава Господу. Прежде чем начнем, хотим поздравить нашу сестрову Валентину с днем рождения в ней сегодня. Потом сестры Сони нет. Мы тогда помолимся после служения, что ли. Насчет или тоже, наверное, потом приезжает Павел, вы знаете, да, с семьей. То есть они в пятницу прибывают и в субботу уже будет здесь в Скине служение. Ну, как он сказал, не служение, а общение, да. Будем молиться. Проходите, проходите. Вы как раз хотели за Соню помолиться. Вот. А там мы решим, да, как дальше будет, что. Ну, вот. Ну, и также за Ситру Сони помолимся. Мне кажется, в ней там почка отдает. В этом грыжу, да? Как там? А, нефрин, да, нефрин? Ага. Понятно. Ну, вот. Давайте мы помолимся сейчас. Дорогой наш Небесный Отец, Господь, мы хотим, Господь, поблагодарить Тебя, Боже, за то, что Ты, Господь, привел нас сегодня в этот Дом Божий, Господь. Чтобы, Господь, вновь встретиться с Тобой, Боже, мы так желаем, Господь, этой встречи, Господь, Боже. Благослови, Господь, пожалуйста, нас, нас, пришедших, Господь, дай нам, Господь, увидеть Тебя, дай нам почувствовать, Господь, Тебя, Твое прикосновение, Господь, кто нуждается в нас. А мы все нуждаемся, Господь, в этом. Спасибо Тебе, Боже. Благослови, Господь, сегодня это служение, Господь. Благослови, Господь, проповедующего брата, брата Юры, Господь, если позволишь ему проповедовать. И все служения, Господь, музыкантов и трансляции. И еще, Господь, мы хотим поздравить нашу сестру Валентину, Боже, с ее днем рождения. Это такая наша благосновенная сестра, Боже. Это великий труженик, Господь. Ты знаешь, Господь, как она трудится и дома, на работе, Господь. И здесь она успевает убираться, Господь. Когда мы посидим, Господь, все уходит, она, Господь, остается, делает, Господь. И так же это делает с сестрой. Марой, Господь, когда она может. Благостани, Господь, ее, Господь, дай, Господь, ей силу, Господь, здоровье, Господь. Дай, Господь, ей также, Господь, видень, Господь, себя в слове, Господь. Спасибо тебе, Боже. Пребывай, Господь, с ней, Господь. Пусть, Господь, это откровение, Господь, еще больше, Господь, откровение, Господь, откроется, открывайся ей больше, Господь, как и все мы также нуждаемся в этом, спасибо тебе, Господь, и благослови, Господь, также вот сестру Соню нашу, она была в поликлинике, Господь, очень сильная боль была, когда казалось, что это нефрит, отдает вгрыжу, воспаление было, Боже, и мы просим тебя, Господь, Боже, когда это уже определил, определилась, Господь, враг так замаскировал это, Боже, благослови, Господь, это, Господь, благослови, Господь, коснись, Господь, ее, Господь, коснись, Господь, ее, это почки, Господь, пусть, Господь, уйдет это воспаление, уйдет боль, Боже, Пусть она почувствует, Господь, что она здорова Божия и воздаст Тебе хвалу. Мы это отдаем Тебе, чудо нашему Господу Иисусу Христу. Аминь, Господь. И благослови, Господь, брата Павла, Господь, они уже в четверг выйдут. Благослови их дорогу, Господь, в пути. Храни, Господь, их в своих руках, Боже. И благослови их дальнейшее пребывание здесь, Господь. Пусть они принесут благословение, Господь, всем нам, Господь. Спасибо Тебе, Боже. Пребудь, Господь, с нами. Все это мы отдаем Тебе во имя Господа Иисуса Христа. Благослови, Господи, сейчас наше пение, Господи, благослови наше прославление. Все это мы просим Тебя во имя Иисуса. Аминь. Доброе утро, святые. Рад каждого приветствовать. Слава Господу за еще один оазис, который он нам дает. Аминь. Мы можем прославить его, соединиться со святыми. Слава Господу. Я знаю, Господа ветров. Я знаю, Господа ветров. Я знаю самого Творца миром. Дурю он смирит, чтоб засветило солнце мной. Он повелитель всех ветров. Моя ладья плывет по жизненных волнах. Ветер развивает паруса. Но если ветер превратится в бурю зла, Иисус поможет мне всегда. Моя ладья плывет по жизненных волнах. Моя ладья плывет по жизненных волнах. Я знаю, Господа ветров. Я знаю самого Творца миром. Бурю он смирит, чтоб засветило солнце мной. Он повелитель всех ветров. На высоте порой парю я, как орел. Душой стремлюсь к мишинам в голову. Вдруг, если в бурю потеряю высоту, Иисус со мной я не могу. Я знаю, Господа ветров. Я знаю самого Творца миром. Бурю он смирит, чтоб засветило солнце мной. Он повелитель всех ветров. Я знаю, Господа ветров. Я знаю, Господа ветров. Я знаю, Господа ветров. Я знаю самого Творца миром. Бурю он смирит, чтоб засветило солнце мной. Он повелитель всех ветров. Сказал мне, ты не страшись. Не успокоюсь я пока к себе. И возвращу тебя. Дело доведу я сам. До конца ты драгаться на мне. Моя невеста добродетельная. О, когда я вижу всю любовь. Когда я вижу всю любовь, Что мне во кресте явилось, Встаю я на колени вновь. Благодаря Его за милость Господь мой Игорь Арафан. Он усмотрит. В слове Его покоюсь я. Ведь Он более чем силен. Сказал мне, ты не страшись. Не успокоюсь я пока к тебе. И возвращу тебя. Дело доведу я сам. До конца ты драгаться на мне. Моя невеста добродетельная. О, я возлёк у ног Христа. Я возлёк. Я возлёк у ног Христа. И Он открыл меня. Открыл все тайны мне. В слове вижу я себя. Знаю тебе, кем я являюсь. И права все заявляю. Сыну всю он заплатил. Чтоб я молодец. О, Господь, спасибо тебе. Сказал мне, ты не страшись. Не успокоюсь я пока к тебе. Не возвращу тебя. Не возвращу тебя. Дело доведу я сам. До конца ты драгаться на мне. Моя невеста добродетельная. О, заботы все Ему веряю я. Заботы все Ему веряю я. Он мое утешение. 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 Нет больше любви, чем Божий план иступления. О, что за благодать. Это полный возраст. Восстановление явилось в облахе знамение. Т chancellor. Над землей искупитель мой жив. Он ими. Вернулся он, чтоб взять своих домой. Сказал мне, ты не страшись. Не успокоюсь я пока к тебе Не возвращу тебя Дело доберу я сам До конца ты драгоценна мне Моя невеста добродетельная Лишь одного просить у Бога Я желаю, чтоб находиться там, где Он сам пребывал Его лицо я видит ран Любовь божественная лучших всех наград Я прихожу опять, чтоб с Ним не приковать Господь позволит вновь услышать Твоё Слово Да, Господь! Оно моей всей жизни лучшая от дома Когда твой гром не говорит Во мне это слово нечто новое Твои Я от радости бою Тебя в себе я узнаю И если брать меня ошибкой подлоги Знай, Сатана, я мог везде в Иисусе быть Давно уплачен и считай Я вовсе этого не делал никогда Женая акция непорочна и чиста Печать от Бог моё наследие раскрыть Я сознаю, что для меня Он совершит И я прошу Его покой Отделил меня Господь самим собой Я иду за Ним без твой и без твой Лишь одного просить Лишь одного просить у Бога я желаю Чтоб находиться там, где Он сам преливает Его лицо я видеть рад Любовь божественная и лучших всех наград Я прихожу опять, чтоб с ним Придавать, я прихожу Я прихожу опять, чтоб с ним Придавать, я прихожу Доброе утро всем Рад всех видеть на трансляции в зале Рад видеть наших гостей С Польши брат Анджея приехал И брат Джордж со своей семейкой Очень рады вас приветствовать Пускай Господь вас благословит И приятно сегодня опять собраться вместе И славить Господа Поэтому давайте хвалить Его Чтоб, как знаете, ночью меня дочь разбудила С таким он порывом шел Вот, пускай Дух Святой так же самое Изливается сегодня на нас, знаете Вот, так же самое мы, давайте А, немножко объявлений Из-за того, что будет Подростковый лагерь, да И мы с пастором уезжаем А в подростковом лагере Должен быть Виталик с Юрой Поэтому во вторник не будет служения В этот вторник Но уже по вторникам тоже служения не будет Мы поменяли на среду Поэтому со следующей среды Не с этой, которая будет А через среды Уже будет собрание по средам Так что и на трансляции у нас Пускай Вас Господь благословит Не забудьте Мы еще напишем это Его слушайте Но следующие собрания будут со среды Но кроме этой среды Потому что эту среду Все заняты будут Также у нас есть именинники Так как не будет вторника Это Ева Ринкевич И Виталий Безукович Юля Рыбникова Римвидас Будрис И Ребекка Будрис Так что давайте Склоним головы Помолимся Господь Мы рады Господь, что мы опять живы Что мы можем славить Тебя Что Ты нам дал голос Что Ты нам дал руки Которые могут прославлять Тебя Господь мой Дай нам Господь мой Сегодня воспеть Тебе хвалу Дай нам подняться выше Иисус мой О Господь Дай нам соединиться с Тобой Сегодня Господь Это хвала наших Уз Господь Хвала наших Господь Музыки Хвала наших молитв Как было приятно Тебе Господь Там на трансляции Людей Господь Какие бы группки Где не смотрели Господь Благослови их Господь Дай Чтоб вся аппаратура Работала хорошо Господь Пускай мы везде видим Тебя, этому Духу Святому будет легко везде, Господь мой, чтобы Он отвечал на наши нужды, чтобы Он, Господь мой, пребывал с нами, Господь мой, и работал дальше над нашим сердцем. Это желание нашего сердца, чтобы Ты давал Духа Святого больше еще, Господь, и злей свой, и лей на нас, Господь мой. Пускай эта дождь сегодня обильно, с этой кафедры льется, Господь, пускай обтекает все, Иисус мой. Мы нуждаемся в Тебе, Господь, мы любим Тебя, Господь, нам хорошо, когда Ты рядом, Господь мой, проговори к нам также, благослови наших именинников, тех, которых Ты дал нашему телу, Господь мой, и благослови Еву, Господь, благослови Виталия, Господь мой, Юлю, Римвидаса, Ребеку, Господь мой, Ты знаешь этих всех разных возрастов люди, Господь мой, но мы одна семья, Господь, поэтому мы стоим друг за друга, мы благодарим, что Ты дал нам друг друга, Господь мой, Мы ценим те дары, те, Господь мой, что ты вложил в нас, Господь мой. Самое большее это свою частичку, Иисус, свой ген, Иисус мой. О, Господь, мы так благодарны тебе, Господь, что ты избрал нас. И благослови, Господь, это еще раз служение везде. Где сейчас твой народ собрался, Господь, по всей земле, Господь. Где наш пастор там, Господь мой. Усмотри все, Господь мой, дай, чтобы твои благословения везде изливались. Любим тебя и да прославится твое имя во имя Иисуса Христа. Аминь. Благословите друг друга. Давайте еще за пожертвование тоже помолимся Господь. И ты знаешь наше сердце, Господь мой, и мы хочем это отдать в твои руки, Господь мой. Пускай твои нужды, которые есть в теле, Господь, пускай они, Господь, будут восполнены, Господь. Сверхъестественной твоей экономикой, Господь мой. И сколько ты положишь каждому на сердце, пускай это будет так же во славу тебе, так же наше поклонение тебе, Господь мой, используя этого имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Господу. Благодарны Господу, что Он поднял нас в Иисусе. Аминь. Для того, чтобы мы могли исполнить слово не своей праведности, но по Его благодати, по Его избрание. Господь, иду к Тебе с хвалою, лишь так пройти могу, заботы дня и суету. Когда идет в рак, как река, Ты знамя поднимаешь, поднимешь Ты меня. Поднимешь ввысь меня, Господь превыше бед, Ты вознесешь, любя. Поднимешь ввысь меня, Небесные места. Приходит угнетенье, молиться тяжело, Когда давление кругом. Тогда Иону вспоминаю, как в чреве у кита Стоял молитвы Он. Ты поднял ввысь, Господь, Ты ввысь Его вонял, Из глубины морского дна. Ты поднял ввысь, Господь, Ты ввысь Его вонял, Из глубины смертной тени и вода. Все в жизни не бесцельно, Бога есть причина, Провести нас тем путем. То ли мы на вершине, То ли в жизненной долине, Мы, Боже, слово соблюдем. Исполним Слово мы, Исполним Слово мы, Исполним Слово мы, Исполним Слово мы. Все в жизни не бесцельно, Бога есть причина, Провести нас тем, Исполним Слово мы, Исполним Слово мы, Исполним Слово мы. Аллилуйя, мы так благодарны, что Он пришел к нам. Нам ветхи днями снизошел Огненный стол, Он среди нас снова, И я сегодня защищен Всей полнотой Раскрытого Слово. Он в облаке пришел к истине грома, Не раскрылся Он. Он, Иисус, я земли, Стал моей главой, Защитник мой. Он мне принес покой, Стал он за меня Огненной стеной, Защитник своих. В этот день пришел, В этот день пришел, Вступился Он. Он мой судья и адвокат, Выиграл Он. Дело мое знаю, И я не реки Ефра, Словом Его преодолеваю. Он в облаке пришел к истине грома, Не раскрылся Он. И Судья земли, Стал моей главой, Защитник мой. Он мне принес покой, Стал он за меня Огненной стеной, Защитник своих. В этот день пришел, Вступился Он. Увидел я, как Иоанн, Голос Христа, Стал для меня явным. Для мира убираю я, Чтобы Господь, Иоанн, Не был страстом. Аминь. Он в облаке пришел, И в семи грома, Не раскрылся Он. И Судья земли, Стал моей главой, Защитник мой. Он мне принес покой, Стал он за меня Огненной стеной, Защитник своих. В этот день пришел, Вступился Он. Вступился Он. Аллилуйя. После этой песни Позову брата Джорджа. Да, да. Бог сегодня созидает храм, Из живых камней, Из тех в тою днем, В тем краеугольный Таинца. И за главным каменем, Из груды камней забытых давно, Какими мы были. О, Духом Святым, Нас много живи, Мы камни живые. Сам Бог нас избрал, И каждый из нас часть храма Господня. Ура! 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 нас часть грамма господня на смотрел славу свою идет сегодня куда усмотреть славу свою визит он сегодня слава господу благодарны что про джорджик сегодня у нас он может послужить своим даром вы знаете всегда когда приезжаешь всегда удивляешься этой энергии этой пульсации святого духа в его жизни как господь его чудным образом ведет я верю что мы получим более строение и я Я переписывался с братом Джозефа Мартином, присылал фотографию, как мы вчера встречались. И он сказал, поприветствуй, пожалуйста, святых в Литве семь раз. Поэтому мы благословляем Господа за Его благодать. Это песня из 23-го псалма, вы знаете, мы знаем, как Давид, он был не только музыкант, он был священником, потому что он смог увидеть эту ситуацию, это Иисус на кресте, может, за 700-800 лет до того, как это произошло. И в моей жизни было так, когда эта песня стала реальностью, я испытывал преследование просто на работе, на старой работе, где я работал. Там было, например, пять людей, которые были настроены против меня. Они были недовольны тем, что я вообще в той компании. И они действительно очень сильно на меня дали и преследовали. И когда я работал, я пытался понять, откуда эта песня пришла. И каждый раз, когда ко мне приходит вдохновение, я его записываю. И у меня много записей есть. И я работал. И где-то, может, неделю-две. И я все пел. «Мой Господь, Господь, почему Ты оставил меня?» «Господь, Господь». И в скорби моя душа взывает в Тебя. И однажды после собрания, в пятницу вечером, один молодой брат из Тринидада, он в нашей церкви. И после собрания я спросил, может быть, он мне поможет с этой песней. И эта песня ко мне пришла в 2018 году. Но я написал ее только во время карантина в 2020 году. Когда я говорю «написал», имею в виду, я добавил два куплета спереди и два куплета спереди. Я никогда не писал псалма до вида. Поэтому я спою так, как я ее услышал. Ну, хотя бы Давид здесь, не здесь. А то бы он обиделся, как я эту песню спою. Аминь. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Oh my God, my God, my God Why is thou forsaken me, my God, my God? If I wish your help, I can see, I cried on thee In the daytime, thou heard me now For thou art holy, thou in heaven, the praises of Eve One more time, oh my God, my God, my God, yeah Why is thou forsaken me, my God, my God, yeah In anguish your help, I can see, I cried on thee In the daytime, thou heard me now For thou art holy, thou in heaven, the praises of Israel Amen Cry unto him, he hears your prayer Alleluia 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 Offensile Alleluia 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Только по его благодати Бог так создавал DimaTorzok Субтитры 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 создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Думаю Stevens Думаю Субтитры создавал DimaTorzok Дмаю Stevens Думаю Доят AGT-8 Барал Димаю Бог так создал меня, чтобы ответил я На вызов этого часа Он в те высоты поднял, где никто не летал Связь и обманили, сверх помазание Соркость орлиноват раз, все для победы Мне Бог в этот день даровал Все для победы Мне Бог в этот день даровал Слава Ему! Вы благодарны Ему? Все для победы Он уже даровал Вот на этом хочется стоять, правда? Как бы тяжело ни было, что бы ни происходило Друзья, но Он все дал для победы Надо только немножечко пробиться Надо только чуть-чуть подняться, правда? Надо немножко этой мази глазной, этого вина Воссесть с ним на престоле И ты тогда просто будешь видеть и доверять Стой с этим обетованием Сегодня как раз хочется поговорить об этих вещах Пусть вас Бог благословит Рад видеть наших всех братьев, сестер И брат Джордж, наш старый друг Слава Богу, что не объехал нас Что мог послужить Расчехлить это оружие, понимаете? Дьявол боится этого Поймите, друзья Я сегодня буду говорить о испытаниях Дальше будем продолжать Но понимаете, когда ты это проходишь Это горечь Это горько Сладость, когда он уже прошел это Когда родилась песня Когда испытания, понимаете, прошли, закончились Когда это победа Когда Бог поднял его, понимаете Или каждого из нас А вот тогда это сладко И кажется, я тоже хочу этого меда В яму Не, в яму не хочу Тогда сладости не будет Но Бог заботливый Он знает Знает вас Потому что он Так как вы Сыны Он послал Духа своего Который мы вопием Отец Або отче Да, братан Так как вы Сыны И дочери Аллилуйя Хорошо Не буду задерживать Пока мы стоим Будем говорить Что Бог благ Правда? Замечательные два служения Бродима провел И знаете Когда есть Остались после проповеди Вопросы Вот это, наверное, самое лучшее Потому что кого-то цепляет И я просто у него спросил разрешение Говорю, может я Пару минут уделю То, что он проповедовал Он зашел в книгу Откровения Помните Откровения Пятая глава Когда Иоанн плакал Он увидел Когда Его успокоил Один из старцев Или старейшин Брод говорит Это был старейшин Вот И Он увидел этого Агнца Друзья, мы и будем плакать Пока мы не увидим Агнца Мы и будем плакать Но когда ты увидишь Агнца Ты возрадуешься Ты будешь понимать Для чего он соделал тебе Для чего ты проходишь эти времена Для чего ты проходишь эти Препятствия Испытания Искушения Что бы мы ни говорили И вот здесь Он потом зашел Мне понравилось Как он сказал Так еще никто так не проповедовал И это правда Потому что ты начинаешь проповедовать Как тебе Бог начинает открывать И до этого Как бы ты так никогда не видел Но это стало для тебя живым И он имеет право Кто-то выйдет следующий Скажет Так мы уже проповедуем Об этом уже восемь лет И будет Но Кто-то опять по-новому увидел И поэтому ты можешь так Как Броджош Он несколько лет лежал Но потом Это созрело Это понимаете И становится То знамение То что понимаете Пророчество Оно становится Потом историей В твоей жизни Простите Итак Откровение 20 глава 5 мы как бы так сказали Потому что возникли вопросы И большие Я просто немножко хочу коснуться И потом перейти В мою тему Потому что Бродзима уже уедет Ну вот Не хочется это оставлять Сейчас 6 стих Блажен и свят Имеющий участие В воскресении первым Над ними смерть вторая Не имеет власти Но они будут священниками Бога и Христа И будут царствовать с ним Тысячу лет Сейчас перескочим Он помните Упоминал это место Писания Сейчас 12 стих И увидел я мертвых Малых и великих Стоящих пред Богом И книги раскрыты были И иная книга раскрыта Которая есть Книга жизни И судимы были Мертвые По написанному В книгах Сообразно С делами Своими Ну давайте тогда уже Можно я уже открою И евреям 12 Откройте пожалуйста Чтобы мне потом перейти Прочитаем С первого стиха Посему и мы Имея вокруг себя Такое облако свидетелей Свергнем себя Всякое бремя И запинающий нас грех Мы имеем это облако Вокруг себя Свидетелей Которое мы читали В 11 главе Те победители Чтобы ты мог посмотреть Как они проходили Как они побеждали Как они сбрасывали Этот груз Греха и бремя И все такое И с терпением Будем проходить То что принадлежит Тебе Понимаете Предлежащее нам Поприще Мы не на пикнике Мы на поприще Взирая Ты должен смотреть Иначе будет очень тяжело Да и так будет Но ты должен смотреть Ты пройдешь Если ты будешь смотреть На начальника И совершителя Или завершителя Веры Иисуса Который вместо Предлежащей ему Радости Претерпел крест Он дал пример Да Пренебрегший По сравнению И воссел Одесную Престола Божия Помыслите О претерпевшем Такое над собою Поругание От грешников Чтобы вам Не изнемочь И не ослабеть Душами Вашими Вы еще не до крови Сражались Подвязаясь Против греха И забыли Утешение Которое предлагается Вам Как сынам Сын мой Не пренебрегай Наказание Господне И не унывай Когда он Обличает Тебя Ибо Господь Кого любит Того наказывает Бьет же Всякого сына Которого Принимает Господь Иисус Мы очень благодарны Тебе За чудесную Атмосферу За прекрасное Пение За прекрасную Мужику Господь За хвалу Народу Твоего За Твое присутствие Что Ты находишься Уже здесь Господь Посети Народ Твой Отец Обильно Как бродимый Молился Господь Пусть Господь Эта свежесть Придет сейчас В души наши Чтоб это принесло Нам покой Этот шалом Отец Дай нам увидеть Как Ты двигаешься Среди своего народа Сегодня Посети Эти маленькие Палатки Эти кущи Чтобы у нас Был этот бы праздник Я молю Тебя Господь Дай нам Осознавать Господь Помашь нас Чтобы мы могли Видеть Что происходит Вокруг нас И в нас Аллилуйя Дай нам Правильное смотреть Правильное помазание Дай этим орлам Если есть какая-то шелуха Подведи их К скале Чтобы эта пелена Могла бы слететь Ты послал Великого орла Духа Святого Который ведет Этих орлов К восхищающей вере К победе Любви Божественной К перемене тела И ухода домой Это наш Третий исход Аллилуйя Мы нуждаемся В Тебе Мы хотим Сказать Господь Что мы Очень нуждаемся Мы зависим От Тебя Аллилуйя И мы приглашаем Тебя на сцену На сцену действий Пусть выйдет Агнец Пусть выйдет Достойный Чтобы Господь Наша печаль Обратилась бы в радость Утешь своих детей Во имя Иисуса Христа Аминь Слава Господу Садитесь пожалуйста друзья Чудный Бог Правда Итак Откровение 20 глава Чтобы Родима зачитывал Обратите внимание В 6 стихе Написано Те победители И те блаженные Или это избранные Которых не коснулась Смерть вторая Которые Есть участники В первом воскресении Аминь На этом хочется Сделать акцент Это его искупленное Это его возлюбленное Это невеста Христа Потому что Вторая смерть Как говорится Не имеет власти Абраманка говорит Это духовная смерть Это духовная смерть Поэтому ты можешь умереть Но ты участник Ты предопределен В воскресении первом И блаженны вы А другими словами Я просто пойду Немножко отдохну Как Бог говорит Да Говорит Мы не спим Мы не едим Мы отдыхаем И мы ожидаем Когда вы Подоспеете Когда Невеста Станет зрелой Зрелым зерном Женщина Которая будет иметь Эти все добродетели Она не растеряет Эти монеты Маниск этот А она будет верна Своему мужу А она будет Понимаете Как стена Как в песне Песней Это зрелая Правда Женщина Как в притче говорится 32 главе Соломон Переходит И показывает Последняя глава Притч Что он много видел Женщин добродетельных Добродетельных Но про последнюю Он говорит Но ты Превзошла всех их Та последняя Аллилуйя Вызванная Седьмого периода Из этого Ладыки Правда Аллилуйя Мы живем Друзья В другом периоде Это восхищение Уже началось Это процесс И на этом мы стоим Поэтому Но те Которые не вошли В это Это отставляем Да Все Это невеста Сейчас берем И она По одну сторону Сидит Вместе со своим Возлюбленным Почему? Потому что она Прошла суд Божий Здесь на земле Ибо Суд начинается С Дома Божьего Ей не надо Там быть На суде Она только Судит Как судья Потому что написано Святые будут судить мир Да В Даниилах В Данииле там написано В книге Даниила Что он Сядет Со многими Святыми И будет судить Потом Мы там Все видим Надо же Как вы тут Тянете Хорошо Как бы мне В своей теме Вернуться Хорошо Какая там Двенадцатый стих Да Двадцатой главы И здесь Другое уже Когда прошла Тысячу лет Второе воскресенье Правда Потому что На тысячу лет И связан там Дьявол Не какими-то цепями Да Но цепями обстоятельств Той божественной Любовью Друзья Вот во что Нас Бог вводит Когда мы Нечто касаемся Дьявол Он Понимаете Он еще вроде бы С ним еще не покончено Но Когда ты входишь В нечто В такую тайну Победы Любви Он Он Парализуется Как помните Там мамба Тазмия Ты имеешь право Я даю тебе силу Но мы же идем По стопам пророка Ты можешь ее связать Как? Не надо Ни цитатой И его жизнью Потому что Ты жизнь от жизни Кости от кости Плоть от плоти Спасибо тебе И друзья Мы подходим К этому Промежутку К этому Переклестку Когда Все бесы Они Увидят Ту возлюбленную Которая Стоит С этим букетом И в одежде Слова Которая Как мы говорим Она примет Вызов Этого часа Она Не пойдет В попит Она не будет Пятиться назад Если надо Умереть Умру Помните Как ей сферь Ей Мардахей Ее привел В чувства Она очень Расхаживалась В наряде Царица Царство Началось А тут ему Говорят Идите Посланник Зовет А он Сидит В поприще Он Сидит Во вретище А он Говорит Надо же Так праздник Наверное Перепутал Нет А посмотри Уже Иди Молись Иди Встань За свой Народ Смотри Не потеряй Сострадание К своему Народу К своим Людям Не для Этой ли Цели Тебя Бог Избрал Хорошо Быть Избранным Ну и какова цель Для какой цели Мне надо Выйти к царю Так еще Время не наступило Аман Это система Она Задумала Уничтожение Но кто Встанет В проломе Так на меня Так на меня же Будут смотреть Когда я буду И проходить Зал критиков Пока ты дойдешь До престола Божьего Красно Ну так Скипетр Он же протянул Так он Если ты Она Он и тебе Протянет Но ты Ты должен Ты должна Пройти Насмешки Наглые ругатели Или там Наглые утешители То что Иов Пережил Все эти вещи Друзья Ты проходишь Этот зал И понимаете А только такое Обвинение Да Только что Ну что тут Это самое Так сейчас же смерть В том зале Понимаете Там же Было же тоже Заседание Судьбы Людей решались Судебные Процессы Проходили И тут Она идет И он Оставляет Он останавливает Суд Останавливает Судебный Процесс И все Думают Вот сейчас Мы увидим Как закон Разберется Как бы В западню Она сама Зашла В эту Западню Слова Понимаете Но Бог Видя это Потому что Она соединена Была с его Мыслями А все Только Разберись Суди Этого Суди Того Она идет Не о суде Просить А о пощаде О милости И понимаете Это было Совсем Другое И царя Это так Вдохновило Прежде Он не знает Если он знал Понимаете Это же был царь Проницательность Мудрость Развлечение Правда Как мы говорим Он видел Ее сердце О как ему Это нравилось Дальше Иди Что же Скажут Люди Дальше Иди Аллилуйя Хочешь Увидеть Милость Дальше Иди У меня В семье Должно быть У меня Друзья Всегда Это Хочешь Увидеть Милость Дальше Иди У тебя Есть нужда За твоих Близких Родных Нет Чтобы Вам Не ослабеть Душами Вашими Дальше Иди Чтобы Вам Не хромать На оба Колена Дальше Иди Чтобы Хромлющее Понимаете Не извратилось А исправилось Да Чтобы Исцелилось Аллилуйя Мы Жцарствуем Слава Господу Вот это То же самое Друзья 11 стих Давайте 11 Я пропустил И увидел я Великий Белый Престол И сидящего На нем От лица Которого Бежало Небо И земля И не нашлось Им места Вот что Она все Вот что Она все Прошла И она Могла Воссесть И получить Милость Я знаю Твое Желание Я знаю Что ты Проходишь Я помогу Он Поклялся Самим Собой Вы Благодарны Богу За это Аминь Друзья И на этом Просто мы Давайте Стоять Порадовался Ну ладно Давайте Книгете Закончим Господи Боже Хорошо Побыл В присутствии Посидел С ним А сейчас Надо идти В долину Помочь Те которые Кричат Где Вопиют Как помните Прова говорит Кто-то говорит Кричит Нечист Нечист Этот зов Из Македонии А он хотел Уйти Расслабиться На охоту Уйти туда Говорит Жена Уйдет От тебя Оставит И ты станешь Твое будущее Вот как Флетчер Бомж Он тебе уже Место приготовил Он это рассказывает Но нам Нечто нужно Правда Извините Что я так Я думаю Переплетается Но Вы ухватываете Сейчас просто Это Коснулись Одиннадцатих А все Нам стало понятно Да Все будет убегать Но только Она Ты выдержишь Ты этот орел Ты примешь Этот вызов Часа Потому что Он вложил В тебя Свою часть Поэтому Это Понимаете Есть этот Якорь Который Держит тебя Не ты Он держит тебя Он проверен Он прошел Испытание И проверки И он устоял И им Я хочу Хвалиться Правда Он достоин Вот тогда Это новая Песня Это новая Песня Аллилуйя Брату Бранхому Задают вопрос 64 год Это после Печати 8-23 Утром Вот пожалуйста Вам к недавнему Вопросу Видите На заседании Суда Иисус Церковь Невеста Восхищенной Ушли во славу И были там И заключили брак Вернулись Обратно На землю И жили Тысячу лет Беру немножко Выше Чтобы как раз Вам это связалось По окончании Тысячи лет Сатана Был выпущен Из своей темницы Ангел Сковал его Цепью Не цепью Для бревен Но цепью Обстоятельства Все его Подчиненные Оказались В аду Все воскресшие На земле Были искупленными Иисус С ними А этот Ничего не мог Сделать Но по окончании Тысячи лет Второе Воскресение Благословенный Свят Имеющий Участие В первом Воскресении Над ним Вторая смерть Не имеет силы Какое Это радостное Высказывание Знаете Смерть Не имеет силы Ты можешь Ослабеть Ты можешь Заболеть Так ты же Невеста Ну и что А Бог Избавит А Бог Поможет Пройти Теперь Заметьте В этом Втором Воскресении Когда они Приходят Тогда Сатану Выпустят Из тюрьмы На короткое Время Тогда Начинается Суд Теперь Смотрите Иисус С невестой Как царь И царица Усаживаются На престоле Суд Белого Престола И вот мы Подошли То что Брат Дима Тоже Касался Этих Вещей Просто Мне стали Задавать Вопросы Я думаю Ну если Первое Жена Которая Задает Вопросы Я думаю Ну у кого-то Тоже Есть вопросы Потому что Это хорошие Мысли Это Хорошее Что мы Слышали Правда И здесь Показаны Понимаете Здесь вот Мы подходим К самой Этой Тоже Сути И книги Были Раскрыты То есть Мы видим Царь С царицей Усаживаются На престоле Начинается Суд Белого Престола И книги Раскрываются И брат Бранко Поясняет Какие Книги Грешников Она Нет Не в том Месте Она На другой Стороне Или Вы На другой Стороне Держитесь Этого Друзья Дальше Читаем И Другая Книга Была Раскрыта С большой Буквы Видите Которая Была Книга Жизни Бродима Касался Книга Жизни Агнца И имена Которые Записаны В книгу Жизни Агнца Помните Он Показывал И Показывал Другую Книгу Поэтому В этой Книге Вы Видите Много Имен Каин Авель Валаам Там Понимаете Валак Моисей Иосиф Авраам С царским Семенем И так далее Дальше Иуда То есть Может быть Записано Но Может быть И Вычеркнуто Но Тот Чьи имена В книге Жизни Агнца Прок Сказал Не При Каких Обстоятельствах Не Могут Быть Вычеркнуты Не При Каких Обстоятельствах А у Кого-то Из-за Каких-то Обстоятельств Тот Кто Дал Стакан Воды Невесте И на суде Белого престола Вы будете Помнить Это Друзья Мы будем Это Помнить Прок Сказал Все Хорошее Мы будем Помнить Негатив Все Ваше Грешное Все Что Было Вот Это Уже За Богом Поэтому Давид Пишет В Псалме Блажен Человек Которому Бог Не Вменит Греха Значит Мы Будем Делать Но Бог Не Вменит Потому что И в чем Духе Нет Лукавства Это Что Значит Ты Будешь Господь Я Не Прав Я Сожалею Я Попал Западню Или Я Попал Западню Правда Так же Само И Иоанн Пишет В своем Послании Рожденный От Бога Не Грешит И Грешить Не Может Так Подожди Так Тут же Он Как Боэто Потому Что Семя Божие Находится В Из-за Этого Семени Он Признает Поэтому Наши Ошибки То Что Вы Сделали И То Что Вы Еще Сделаете Он Берет Когда Ты Приводишь С ним Все В порядок Раз И Навсегда Книгу Жизни Историю Твою Только Для Них Только Для Вас Он Имеет Только Такое Свойство За Богом Взади Себя В море Забвения Там Где Это Кровь Там Где Этот Хлоракс Понимаете Я Говорит Больше Не Вспомяну Мы Можем Простить Но Забыть Почему-то Пока Что Не могу Пока В этом Греховном Теле Ну Помню Понимаете Встречаюсь И Так Понимаете Ну Не Разменешься Потому Что Помнишь А ну Давай Преодолевай С терпением Проходи Вот Это Поприще Господь Дай Эту Милость Дай Благодь Дай Мне Те Правильные Слова Которые Принесут Не То Что Тогда Было А Просто Понимаете Чтобы Божественная Любовь Не Зашла Слава Господа Вопросы Это А что мы С вами Читали Все Прочитали Уже Да Не Не Все Теперь Заметь Это В этом Втором Воскресении Когда они Приходят Тогда Сатану Выпустят Из тюрьмы На короткое Время Да Это мы Тогда Начинается Суд Теперь Смотрите Иисус С невестой Как царь И царица Усаживаются На престоле Суд Белого Престола И книги Были раскрыты Книги Грешников Да Вот до этого Мы дочитали То есть Вы поняли Их жизнь Пишется Как книга Поэтому Это будет На целом Экране Вся их жизнь От рождения До этого Те Которые Не Не Вошли В милость Те Которые Понимаете Когда соседка Тогда этот Что-то Сделал И тогда Все Улажено Становитесь По эту Сторону Вот Для чего Мы живем Правда Так значит Большая Ответственность И Другая Книга Была Раскрыта Которая Была Книга Жизни То есть Слово Божие Друзья Потому что Каждый Будет Судим Не Своим Уставом Не Своей Динаминацией Правда Не Своим Вероучением Как прав Книгой Жизни Которая Есть Слово Божие А в Этой Книге Есть Еще Одна Книга Раздел Книги Жизни Агнца И Вот Там Вы Можете Посмотреть Свой Семейный Альбом Если Кого-то Находите Рядом Поприветствуйте Скажите Я Тебя Видел Там Не Просто Фейс Не Просто Лицо Твой Характер Твою Натуру Что Когда Тебе Проблемы Когда У тебя Там То Ты Пробиваешься Ты Встаешь Да Ты Там Упал Ты Упала Ну Я Вижу Ты Встаешь Ты Идешь Ты Смотришь На Начальника И завершителя Нашей веры Иисуса Христа Который Снизошел С этими Печатями Востребовать Своих Потому что На Голгофе Он сказал Они Свободные Совершилось А потом Он приходит С книжкой Маленькой Чтобы Поименно Вызывать И как мы Слышали Сейчас Идет Вызов Из вызванных Еще Кто Пойдет До конца Кто Не ослабеет Пробивайся Дальше Пробивайся Дальше Так это Так кто Пробивайся Дальше Звучит Призыв И другая Книга Была Раскрыта Книга Жизни Итак Каждый Человек Судим Невесты Разве Не знаете Упоминая О мелочах Представляемых Перед Судом Кажется Мелочи Какие Но Все Это Будет Для кого То Для какого То Оправдание И для Какого То Осуждение Все Спасения Те Которые Будут Соприкасаться С Госпожой Иисус Аминь Аминь Они не смогут Увидеть Агнца Говорит Этот мир Не увидит Иисуса Христа Как только Через вас Друзья Вам доходит То есть Вы должны будете Представить Агнца Жизнь Агнца Должна Выйти Из тебя Из меня А это Нелегко Ну все Сейчас подходим К нашей теме Бог испытывает Нас Испытывает Но Бог Знает Своих Знает Своих Аллилуйя Что там Говорит Псалом У нас Мы уже С некоторыми Говорили Когда у Леночки Были на День Рождении Лены Глеба А за нее Не молились Правда Но мы там Молились Она говорит Ну так Брат Вера Не говори Только Только Хорошее Буду Говорить Ей достался Замечательный Муж У нее Прекрасные Детки У нее Есть Прекрасная Семья У нее Есть Прекрасные Братья И сестры Которые Всегда Да поможет Нам Бог Быть Рядом Когда Радость И когда Бывает Тяжело Друзья Мы даны Друг Друг Будьте Рядом Аминь Итак Псалом 33 Ничего себе Это время Не считается Я только Подошел К своей Мысли К своей Теме Близок 19 стих Псалом 33 Псалом Псалом Давида Ой А можно я прочитаю Это Вступление Очень интересно Начинается Псалом Давида Когда он Притворился Безумным Царь Избранный Муж По сердцу Божему Знаете Пена Изо рта Идет Знаете Это Самое А я То Думал Нет Понимаете Чтобы Не узнали Чтобы Выжить И бывает Мы Такие Знаете Включаем Что-то Не всегда Срабатывает Конечно Когда он Притворился Безумным Передовим Лехом А почему Потому что Он уже Нацелился Понимаете Он уже Знаете Как бывает Тяжело Пока ты Не нацелился Вот Нас в армии Именно учили Ты должен Взять Противника Врага Или что бы Это ни было Там Танк В мишень Пока У тебя Вот так Гуляет Все Ты Будешь Пулять Пока Свой Арсенал Весь Не Выпустишь Поэтому Страшно Понимаете Потому что Что-то Выезжает Тоже Тоже Из крышки Ада Открылась Да И эти Демоны Это все Вышло Но когда Ты понимаешь Кто ты Ты просто Господи Расчисти Этот путь У тебя Есть это Слово Просто Успокойся Был Безумным Передовим Лехом И был Издан От него И удалился Столько Проблем А его Это Из-за Сына Сво Правда Извиняюсь Это Вемлех Там Это Царь Авесолом Тоже Была Проблем Вот такая Семья Друзья Это Примеры Для Нас Что Если Ты Избран Если Ты Избранная Это Не Значит Что У тебя Будет Красная Дорожка И Бог Тебе Проведет По Таким Вещам Наоборот Приготовься И Он Как Говорит Когда Тучи Над Головой Хмурое Небо Молнии Гром Это Не Признак То Что Бог Тебя Сейчас Хочет Наказать Вы Читали Это Аминь И Также Когда Ясное Небо Солнце Светит Это Не Знак Его Одобрения Мы Просто Должны Ухватить Ключ Так А Что Понимаете Что То Случилось Так А Что С тобой А Ну Ка Признайся Где Ты Согрешила Или Где Ты Родители Твои Помните Нет Говорит И Не Тот И Не Другой Это Проблема Это Болезнь К Славе Божьей Кто Так Научится Смотреть Но Мы Всегда Хотим Понимаете А У Тебя Тогда А Яков Говорит Не Бойтесь Когда Впадаете В Различные Испытания Искушения Дабы Испытанная Вера Ваша Веру Он клеймо Хочет Оценку Поставить Потому что Если у тебя Не будет Печати Божьей То у тебя Будет Другое Там уже Правда Говорит Не печать А клеймо Поэтому Проходим Искры Летят Слезы Вода Огонь И медные Трубы Правда Помните Это Ну ладно Девятнадцатый стих Близок Господь К сокрушенным Сердцам И смиренных Духом Спасает Аллилуйя Много Скорбей У праведного И от Всех Их Избавит Его Господь Господи Ну Ну почему же Так Ну ты же Наш Избавитель Ты же Наш Спаситель Правда Ты Игова Шалом Игова Ири Что бы мы Не говорили Ну вот А вначале Скорби Друзья Ну это Временное И когда ты Правильно Смотришь Кажется Ну все Послание Пришло Бог вызвал тебя В невесту Ибраман Начинается Приготовьтесь Пристегните Ремни Нам Нам Нужно Обмундирование Правда Чтобы Угасить Раскаленные Стрелы Лукавого Но есть Обмундирование Это все В слове И потихоньку Ты в это Одеваешься Или он Даже тебя Одевает Он Снабжает Кушать Кушай 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 Правда Верь Только Верь Ешь Только Ешь Поэтому Смотрите Что происходит И кажется Ну надо же И вот Мы смотрим Мы смотрим На Царское Семя Муж Веры Правда Авраам Мы Проходили Это Мы с вами Говорили Куда Он его Поселил У Дубравы Мамри Место Для Размножения Благословений Все И никакого Благословения Если так Никакого Размножения Лот Лучше Жил Он Как бы Отходит Как Бродима Показывал Лазаря И богача И кажется У этого Все С рук Сходит Так Подожди Может Что-то Не так С моей Верой Откуда У меня Друзья У нас Должна Резкость Правильная Да Есть Трудности Есть Проблемы Есть Скорби Но От Их Всех Избавляет Господь Не Не так Как эти Нечестивые И они Как бы Лучше Вроде бы Живут Господи Где же Несправедливость Ну Не унывай Мы Немножко Пострадаем Что Потом Царствовать С ним Это Формирует Это Закаляет Тебя Поэтому Он Пришел Понимаете И Опять Как Посмешище 25 лет Распашонки Пеленки Сара Бездетная Ничего Не это Самое Ну Вы Помните Он Что-то Говорит Он Ищет Город Какой-то Ну Конечно Представь Ну Что Уже С ним Говорить Конечно Ты будешь Искать Когда такая Жизнь Что ты Уже Ищешь Понимаешь Но Он Дождался Этого Дождался Этого Посещения Правда Я уже Сокращил Чтобы сократить Время Немножко Потом Дожидался Все-таки Сара Дождалась Бог Посещает Правда В 22 Главе Когда Уже Исаак Подрос Друзья Посмотрите Все Ради Чего Как Ты Жертвовал Ты Отдавался Отдавалась И приходит Самое Большое Испытание В его Семье В его Жизнь И он Говорит Авраам Я хочу Чтобы ты Принес Жертву Самое Дорогое Что у тебя Есть Если Так сказать Все Что у тебя Есть Он Как Ждал Его Правда Поэтому Понимаете Мы И смотрим Что Если Так Чуть Наперед Забегая Он Понимал Он Имел Эту Веру Он Будет Испытан И Грядет Это Испытание И для Любого И если Это Плотское Семя Прошло Это Так Как Тогда С царственным Духовным Семенем А это Уже Мы Иди На гору Представьте Ему Надо Как-то Саре Сказать Он Он Берет Этих Двух Отраков Да Дрова Там Эти Еще Три Дня В Пути Чтоб Ты Созрел Чтоб Не просто Знаете Там На эмоциях Смотрел На Звезды Спалось Да Не Поспалось Но Поэтому Он Как Получил Его Воскресшем Из Мертвых Поэтому Он Когда Помните И Исаак Смотрит Вот Папа Огонь Вот Дрова Где же Агнец Вы задавались Таким вопросом Когда у вас Вот так Вы понимаете Все идет И ты смотришь Господи Так где же Агнец И кажется Все Все Сейчас Последнее Потеряешь Последнее Ты должен Отдать Ведь Дошли До Этой Горы Поднялись Туда Говорит Сынок Отвернись Связывает Его Руки Ноги Этот Исаак 14-летний Несет Дрова Да Вот Это Послушание Вот Это Проходит С терпением Предстоящее Ему Поприще Это Наш Образ Друзья Это Да Это Образ Христа Можно сказать Конечно Но это И наш Должен Быть Образ Дрова Крест Возьми Свой Крест И следуй За мной Каса Ой Я хочу Увидеть Агнца Ну Тогда Бери Это Настолько Близко Понимаете Между Жизнью И Смертью И Аврам До конца Верил Хотя Знаете Так И не Поколебался Неверием И Браво Говорит Да Не Он Он Верил Он Плакал Он Говорит У него Слезы Текли По щекам И он Говорит Положил Своего Сына Единственного Своего Возлюбленного Своего То То есть Отдает Самое Самое Драгоценное И Бог Хочет Посмотреть На Тебя И На Меня Тоже А Отдашь Ты Или Ты Начнешь Понимаете Там Как-то Выкручиваться Нет Говорит Я хочу Вот Это Он Не Говорил Господи Может Измаила Да Хороший Смотри Бегает Какой Крепкий Такой Нет Говорит Единственного Своего Потому Что Единственного Его Был Исаак Потому Что Это Был Абрахам А Аврам Он Родил Измаила Он Еще Не Имел Встречи С кем С Эльшадаем С Иговой Ири И вот Он Подходит К Этому Вы Хотите Увидеть О Господи Ты Мой Игова Ири Смотрите Сколько Надо Пройти Это Все Иногда Мы Смотрим Друзья Кажется Ну Все Мы Невеста Благословение Кругом Бог Туда А что Не было Препятствия Может Не Бог Посылает Вас Может Да В семье Какие Это Самые Понимаете И эти Бесы Эти Диа Они Они Уже Тут Как Тут Чтобы Чтобы Ты Усомнился Чтобы Ты Опустил Опустила Руки Но Он Был Верен До Конца И Говорит Он Достает Нож Он Говорит Еще Точит Его Об Камень Карие Маленькие Глазки Говорит Смотрит На Это Еще Бог Молчит Кажется Господи Может Сейчас Ты Ступишься А Он Еще Дальше Хочет Еще Ты Прошел Я Прошли Правда И Он Поднимает Откладывает Его Кудрявые Волосы От Этой Шеи Шейки Говорит И Говорит Замахивается Говорит Чтобы Вонзить Его В горло Агнец Ему Не в сердце Били Вы Помните Ему Эту Жилу Перерезали И Он Истекал Кровью Помните В завете Моисеевым А Тот Который Приносил Его Он Не Стоял В стороне Барабанка Говорит Священник Говорит Ну-ка Ну-ка Подходи Сюда И ты Не то Что Потом Это Они Стали Покупать Но По закону Моисея Он Должен быть Две Недели Как В первом Исходе Без Порока Правда Без Всяких Недочетов Которые Ты Привязываешься К нему Полюбил И потом Дети Говорят Папа Так он Невиновный Почему Почему Его Надо Отдать А Вот Это Тогда Когда Ты Пошел На базар И взял Это Легко А Когда Это Стало Твоей Частью А Бог Смотрит И Священник Перерезает А Тот Не Выбегает Не Бркается Это Козлы Бркаются Это Да Спокойный Поэтому Он Показывает Как Христос Или Исаак Был Пробразом Христа Дрова Да Этот Крест Подымался На гору Голгофы И Когда Умирал Этот Ягненок Этот Человек Который Принес Который Согрешил Чтобы Так Это Кровь Была Не Великого Агнца Правда А Животного И И то Говорит Он Говорит Когда Кровь Уходила Судороги Были Потому что Ты должен Отождествиться Был Потому что Кто-то Умирает Вместо Тебя Когда Когда Жизнь Уходила Иди И Впредь Не Греши Помните Эти 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 Вещи Да Поможет Нам Бог И Тогда Когда Он Занес Чтобы Нанести Этот Удар Бог Берет Его За Руку Он Слышит Этот Голос Это Авраам Я Сейчас Знаю Что Барабанка Говорит Что Ты Любишь Меня И Что Не Пожалел Сво Единственного Сына Поэтому Авраам Шел Друзья Нам Нужно Основание Нам Нужна Эта Вера Которая Под Пирамидой Ты Ничего Не Видишь Потому Что Понимаешь Когда Ты Видишь Тогда Уже Легко Но Когда Не Видишь Ты Бог Так Делает Чтобы Понимаете Немножко Пострадать А по Другому Не Выжмется Атрибут Лилии Правда Жизни Розы Саронской Лилии Долин Опиум А что Опиум Это Обезболивающее До сих пор Он в медицине Чтобы Кому Принести Обезболивающее Правда Тот Кто Страдает Духовно Аминь И Поэтому Вот так Вот Вот так Вот Происходит Друзья И Не Значит Что Вот Вот Как Он Жизнь Шатер Дорогая Переходим Хеврон Дубрава Мамли Там Дальше Помните Вифиль Что же Замуженек Только Обжилась Только Привыкаю Понимаете Смена Обстановки И И все Такое Но Господь Проводил И Поэтому Он Говорит Там Говорит Появился Говорит Запутался Говорит Да Помните В тех Кустах И Он Видит Это Агнец Говорит Авраам Его Принеси Потому Что Все Было Готово Для Жертвоприношения Правда И Он Сейчас Бог Усмотрел На горе Иговы Я знаю Что Если Бог Нас Поднял На гору Он Усмотрит На горе Иговы Чтобы У нас Было Вот Это Свидетельство Бог Усмотрел Агнеца Вышел Агнец Чтобы Заплатить Эту Цену Где Я Был Неправ Где Ты Была Неправа Аллилуйя Вот Это Блаженство Правда Вот Это Вот Этот Союз Поэтому Когда Мы Видим Это Друзья Мы Просто Счастливы И Тогда Не Так Уже И Страшно Господи Все Эти Проблемы Все Эти Скорби Праведного Он Знает И От Всех Их Избавит Нам Немножко Терпения Только Нужно Помните Моисея Бог Послал Бог Благословил Иди Говорит Выведи Мой Народ Пошел Развивается Эта Борода Помните Маленький Этот Ослик Два Два Сына Жена Идут А сердце Фарон Ожесточил И Ты Так Смотришь Бывает Сердце Начальника Ожесточил Сердце Работника Бо И Ты Смотришь Господи Ты Меня Сюда Привел Почему Меня Не Слушают Почему Мне Надо Как То Смиряться Правда Как То Выживать Если Ты Мне Это Самое Друзья Смотрите То же Самое Этот Ключ Для Нас Но От Всех Этих Скорбей От Всех Этих Проблем Бог Избавит Нас Очень Хорошо Было Было Быть Если Нам Было Так Все Всегда Хорошо Все Захотели Бы Верующими Быть Все Захотели Быть Верующими В Послании Но Мы Для Этого Религиозного Мира Отбросы Точно Как Там В Египте Там Была Такая Держава Там Была Такая Империя Правда Но Посмотрите Когда Они Это Все Прошли Когда Они По чуть Чуть Стали Прислушиваться Потому Что Бог Так Дел Время Пришло Шли За Этим Лидером Правда И Эти Язвы Снизошли Что Бог Должен Исполнить Слово Забрали И Все Такое Думаешь Ну Надо Появился Ты Здесь Это Сам Кое Как Выводят Народ Помните Обобрали Всех О Золото Появилось И Все Другие И Наплеменники Помните И Тоже С Ним Захотели Идти Потому Что Они Видят Слушай Так Здесь Нечего Делать Смотрите Эти Все Пособирали Вот Где Будущее Вот Где Жизнь И Если Ты Не Имеешь Откровения Ты Идешь За Видимым И Это Потом Начинает Да И И К Тупику Тут Горы Пустыня Сзади Армия Фараона С колесницами А впереди море Да 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 И Там Не только Чихает Там Плакать Ты Куда Нас Привел Ты Нам Ты Нам Обещал Это Самое Ты Нам Это Самое А А мы Тут Только Чихаем И Плачем И Стонем И Все Такое Еще И Погоня И Бог Все время Что-то Показывал Доверьтесь Доверьтесь Мне Перешли Красное море Мириам Берет Бубен 80-летняя Или 90-летняя Бабуля Сестра Моисея Песень Моисея Звучит Ну Вы сходим Мы же Это Все Проходили Радость Неизречимая Преславная Бесы Эти Все Которые Друзья Атаковали Все Потоплены Радость Такая Да Аллилуйя Слава Богу Сюрприз Пустыня Горькие Воды Миривы Да Что Ж Такое Опять Ну И Опять Что-то Понимаете Терпение Должно Быть Братья Сестры Мы Мы еще Не до крови Сражались Но Нас То Кто-то Ведет Радуйте Понимаете Вот это Они хотели И поэтому Когда ты Орел Когда ты Это Ты уже Просто Доверяешь Ему Господь Да Мне сейчас И тяжело Здесь И это Но Как Ты же Мне в прошлый раз Помог Ты Был Избавителем Ты был Искупителем Ты был Этим Иеговой Ире Правда Но Неужели Как Что-то Чудное Такое Можешь Вот в этой Ситуации Сделать Ты уже Не сама Не сам Программируешь А Доверяешь Ему Ложи спать Приходи Давайте Помолимся Помните Как Дима Говорил Вечером Жажда А завтрашний День Не будьте Маловерами Он позаботится Да-да Спасибо Спокойной ночи Вот у нас Сейчас тоже Завтра Лагерь У нас там Около Тридцати Человек Спасибо Сестричкам Которые Тоже Подвязались Которые Там будут И И на Кухне И Учителя Воскресной Школы Все Как бы Все неплохо Там Целый гектар Земли И все А кухня Понимаешь А кухни Там Питания Там Нет И как бы Думаю Ну ладно Займусь Этим Не впервой А потом Когда списки Составляются Смотришь Твои машины Уже мало Тут прицеп Надо А чтоб Не накупить Что потом Не это самое И думаешь Надо каждый день Туда-сюда Так Хлеба Столько Молока Столько Литров Картошки Там Столько И это И это Подниматься И думаешь Вот это Да Вот это Порадуемся Друзья Я же Все себе Проповедую А как там Будет Да не знаю Ну и знаю Что Господь Просто позаботится Если он Расположил Там эту Женщину Куда Сразу Сумму Скосила Наполовину А это Для деток Ну конечно Эрика Сразу А у них Детей нет С мужем Сразу Вышла Сестра За свидетел Что Бог Способен Своё Переживание Рассказала И просто Смотришь Это Слушаешь Ну так Бог Проделает Путь Понемножечку Духовка Там Поломалась С кухней Непонятно Что Но будем Где здесь Воскресная Школа Кто там Эрик Эмиль Кто едет Поедем Конечно Поедем Пойдем В те условия Когда жил Брат Бранхам Бобы Хлеб Будем делать Картошку Будем печь Будем видеть Бога в природе И в простоте Правда Соберемся Там Там очень Хорошо Будем Помогите нам В молитве Друзья Поэтому Я думаю Все равно Все будет Хорошо Ну давайте Дальше Еще продвинемся Поэтому Когда мы На эти вещи Смотрим Ты просто Думаешь Господь Кажется Ну Если ты Избран Если ты Избран У тебя Не болезни Правда У тебя Самое Лучшее Все Но часто Не так И ты Смотришь Болезнь А это Бывает Благословением У тебя Там Какие-то Проблемы Для того Чтобы Это Было На Благо Ты Приобретаешь Ценный Этот Духовный Опыт Доверяя Господу Чтобы Дальше Можно Было Служить Ему Давайте Прочитаем Что Грит Прок 54 Год Друзья Искупление В полноте В радости Прок Грит О Нам Надо Поторопиться Пойдем Дальше Вот Теперь Они Проходят Через Пустыни После Старомодного Собрания И так Они В пути Разве Не Странно То Что Они Были Приведены Прямо В пустыню Греха А кто Их Вел Проводник Вот сейчас Бродима Объявлял В этот Вторник Не будет Служения Друзья У нас есть Замечательная Проповедь Проводник Называется Кто не Прослушал Прослушайте Еще Благословение Получите Потому что Там он Показывает А те А тех Которые Заблудились Они Становятся Дикими Они Выходят Из себя Самых Обладания Самоконтроль Уходит Вера Понимаете Не может быть Но Бог Помещает Своих Когда наоборот Эти чувства Уходят в сторону И вера Выходит И берет Все под контроль Разве не чудный Бог Кажется Ну зачем Это Да вот так Это нужно Друзья Прямо Прямо В пустыню Прямо К источнику Горькой Воды Вы можете Представить Что Бог Приводит Своих Детей Прямо После того Когда Они были Спасены Наполнены Духом Святым К источникам Горькой Воды Вопрос Светительный знак Да Конечно Он снова Хочет Выразить Им Свою Любовь Это верно Они пришли Туда Вы знаете Когда вы Получаете Духа Святого Вы встречаете Много Преград Много Скорбей У праведного Он берет Это местописание Да Но от всех Их Избавит Его Бог Аминь Бог Приводит Вас Прямо Навстречу С этим Чтобы Показать Вам Свою Силу И Свою Благость Аллилуйя Вот так Проповедь Я знаю 60-й год Проповедь Но в это утро Для моей группки Которую дал мне Господь Я решил По возможности Рассмотреть Это с другой Точки Зрения Пасхальные Служения Начались Подойдя К этому С такой Стороны Почему Нас Настигают Эти проблемы Пасха Время Исхода Все эти вещи Отчего Все это Возникает Зачем Христианину Находиться В растерянности Почему У христианина Проповедь Он научает Идите Наставьте Людей Потому что Начинает Многие Говорить У тебя Будет Все Когда Ты Примишь Бога Почему Они Отпадают Их Не Наставили Идите И научите Все Народы Крестья В имя Отца Сына И Святого Духа А Апостолы Знали Это Имя Господь Иисус Христос Правда И Исполняли Это Конечно Написано Много Скорбей У праведного Скоро Мы Заканчиваем Друзья Я чувствую Что Вы Устаете Но От всех Их Избавит И его Бог Бог Пообещал Много Скорбей Странных Ощущений И Странных Вещей Которые Не под силу Нашему Пониманию Но Это Всегда Совершается Нам На Благо Просто Мы Не можем Этого Понять Потому Что Если Мы Понимали Тогда Для Нас Это Была Бы Не Вера Тогда Мы Руководствовались Бы Пониманием Но Мы Это Делаем И У Нас Это Будет И Верую Мы Верим В Его Слово Что Нам Это Принесет Какое-то Благо Вот бы нам Усвоить Это Сегодня В Это Утро Да Поможет нам Бог Друзья Давайте Еще одно Местописание Удивительно Местописание Псалом 72 Брат Джорст Пел Про Тоже Что Бог Слышит Израиль Да Псалом Асафа С первого Стиха Как Благ Бог К Израилю К Чистым Сердцем Матфея Пятая Голова Чистым Сердцем Бога Узряд Заповеди Блаженства Смотрите Здесь Друзья Всегда Это Самое Он Всегда Избранных Невесту Сравнивает С Израилем Помните Израиль Церковь Пять частей Поэтому Эти вещи Нам уже Понятны Он Благ К Израилю К Чистым Сердцем А Я Едва Не Пошатнулись Ноги Мои Едва Не Поскользнулись Стопы Мои Давид Такое проходил Друзья Он так устал Правда От того что Его гоняют Как собаку Извините Помазанный Царь А должен Скрываться Убегать Понимаете Спасать Свою шкуру Или жизнь Но он стоял На том что Он был Помазан И он знал Что это Должно Прекратиться Бог Выйдет Навстречу Если он Вышел К нему Он выйдет И к тебе Какая бы У тебя Проблема Не была Какая бы Нужда Не была Друзья Но если Бывает Он Настолько Нас Эти бесы Атакуют Он дал Им Дойдите Помните Брат Лэмп Чат Лэмп Проповедовал Я вам Даю землю Где Течет Молоко И мед Заходите Это ваше А я не понял А кто здесь Живет Это кто Пикнул Вы помните И только Двое Мы больше Мы больше Все возможно Богу Мы более Способны Почему Они так Не достаю Братик Халев Помоги Я сейчас Сему Как дам Там написано Исполины Великаны Бесы Нечистая Земля Но Бог Дает ее Вам Это будет Твой Огородик Эдемский Сад Я думал А я думал Там Ну уже Виноград Там все Закасывай Рукава Брат Сестра Волчи Чертополох Колючки Но Вызываем Брата Данила Там Брата Андрея Давайте Этот Солом Споем Вначале Чем Когда будем Раздают Лопаты Там Верой Взираю Я На На Искупителя На Агнца Христа Веры Начни Взирать И Дубась Поэтому Понимаете Пока Они Вот Это Шли Друзья Страх Парализует Веру Но Если У тебя Понимаете Начни Ведь Что Исповедовать Вот Это Сила Обоюдо Острый Меч Говорит Он Есть У Тебя Помните Как Вдова Нет Ничего Все Сейчас Детей Заберут И Это Займодавец Идет Ты Нам Должна Ты Должен И Мы Знаем Что Нечем Заплатить Но Там Был Елисей Прообраз Невест Невест Потеряла Главенство Да Мы Все Ремя Кажется Да Я Знаю Это Так Поступай Так Если Ты Это Знаешь А Вот Этого Надо Правда Чтобы Пропиталось Чтобы Это Помазание Не Зашло Чтобы Ты Могла Войти Или Мог Войти В Это Место Писания И Чтобы Искупление Началось В Семье А Ну Ка Иди Сосуды Собирай У Соседей Так Я Не Дружу С Ним Я Вообще Со Всеми Пересорилась Пересорился Ну Тогда Тогда Заберут Это Самое Дорогое Что У У У У У У У У Вот Так Вот Бог Смиряет И Ты Идешь Смотри Верни Там Потом Это Самое Ну И Потихоньку Так Да А А надо Чистых А Он Может Дать Там С чем То Знать А Ты Должен Так Этим Поэтому Еще Потрудиться Надо И Поэтому Мы Приходим В церковь Мы Приходим На Служение Мы Приходим На Беседы Да Усталые Вроде Это Или Отдохнули Уже Друзья Отменим Все Собрания Все равно Не Отдохнете Вы Отдохнете Когда Говорит Возрадовался Я Когда Мне Сказали Пойдем В дом Господа В дом Господень Вот Тогда Ты будешь Отдыхать А так Только Тебя Будут Связывать Связывать Потому что Там Их Территория Но Когда Ты Помазан А Помазание Исходит Понимаете Тогда Вы Примите Силу А Как Мы Должны Быть Вместе Мы Должны Быть У Этого Огня А Этот Стол Он Огненный Он Здесь Среди нас Поэтому Съешь Это Съешь Это Чтобы Вера Росла Правда Мы Здесь Приходим Уходим А сестра Эва Она Скоро Уедет Понимаете Туда В Бельгию Все Питайся Питайся Тормаши Куда Поедем Еще Куда Сегодня Поедем Я Там Завтра Или Послезавтра Уезжаю Я Не Хочу Просиживать Здесь Юбки Штаны Ж Никто Уже И Сестер Не Носит Но Носили А кто Это Избавил Деканатом Переодевали Нет Бог Приходит Избавляет Ну ладно Дочитаем Посмотрите То что Он так Устал Говорит Я позавидовал Безумным Видя Благоденствие Нечестивых Ибо Им нет Страданий До смерти Их И крепки Силы Их На работе Человеческой Нет Их И с Прочими Людьми Не Подвергаются Ударам Оттого Гордость Как ожерелье Обложила Их И дерзость Как наряд Одевает Их Выкатились От жира Глаза Их Извините Мысли Пошли Представление Бродят Помыслы В сердце Над Всем Издеваются Злобно Разглашают Клевету Говорят С высока Против Вас Говорят Против Нас Говорят Поднимают К небесам Уста Свои Язык Их Расхаживает По земле Потому Туда же Обращается Народ Его И пьют Воду Полную Чашу И говорят Как узнает Бог И если Ведение У Вышнего И вот Эти Нечестивые Благоденствуют В веки Сем Умножают Богатство Так Не напрасно Ли я Очищал Сердце Мое Смотрите Он уже Как бы Понимаете Он Начинает Сомневаться В том Кто он Такой Для чего Я Бог Призвал Правда Что Он Помазан Для царствия Вот что В промежутке Еще Между Помазанием И царствованием Не напрасно Ли я Очищал Сердце Мое И омывал В невинности Руки Мои И подвергал Себя Ранам Всякий День И обличением Всякое Утро Он Вникал В слово Правда Он молился Но если Бо я Сказал Буду Рассуждать Так То я Виновен Был бы Предродом Сынов Твоих Понимаете Он Начинает Входить Рассуждать Но все равно Друзья Если ты Имеешь Его Может быть Немножко Сползешь На обочину Может Какие-то Быть трудности Но он Все равно Тебя Будет Вытаскивать Потому что Он В тебя Положил Своё Семя И ты Может Начнешь С какого-то Негатива Может Небольшая Зависть Появится Но потом Он тебе Уберет Амнезию Он покажет Кто ты Для чего Я тебя Избрал Правда И думал я Как бы Уразуметь Это Но это Трудно Было В глазах Моих Да Коли Не вошел Я В Освятилище Божие И не Уразумел Конца Их Вот Тогда Это Принесло Ясность Правда И тогда Зависть Оставляет Тогда ты Понимаешь Кто ты И кто Они Какая Твоя Судьба И какая Их Судьба Так На скольких Путях Поставил Ты Их И Низвергаешь Их В пропасти Как Нечаянно Пришли Они В разорение Исчезли Погибли От ужасов Как Сновидение По пробуждении Так Ты Господи Пробудив Их Уничтожишь Мечты Их Когда Кипело Сердце Мое И Терзалась Внутренность Моя Разве Такого Вы не Переживали Ну Я Переживал Такое Тогда Я был Невежда И Неразумел Как Скот Был Я Пред Тобою Но Я Всегда С Тобою Ты Держишь Меня За Правую Руку Аллилуйя Ты Руководишь Меня Советом Твоим И Потом Примешь Меня В Славу Аллилуйя Друзья Да Поможет Нам Бог Двигаться Так Ух ты Мы Хорошо Вписались В Трудиться Так Доверять Ему Так Ты Хочешь Увидеть Агнца Он Поможет Тебе Провести Проведет Проповедь Шалом 64 Год Он Говорит Он Знает Каждый Переход Он Знает Каждый Переход Он Знает Что Ритм Когда Это Должно Произойти Он Знает Что Нужно Для Того Чтобы Ваять Вас Он Знает Какой Материал Он Сможет Использовать Понимаете Иногда Именно В отдаленной Пустыне Бог Из Праведных Людей Формирует Мудрецов И пророков Понимаете Видите Вот Где Чеканятся Люди Люди Чеканятся В слове Когда Они Напичканы Всякими Веручениями И прочим Пусть Только Придут К слову И Бог Вышибет Это Из них Изваяет Прямо В Эту Великую Симфонию И Его Слово Мастер Ваятель Правда Тот Который Понимаете Поэтому Говорит Он Иеремий А ну Ка Пойди В дом Горшечника Я Тебе Покажу Там Тайну Кружало Знаете Разбиты Есть Сосуды Но Он Не Выбрасывает Это Вода Есть У него Есть Вода Он Размягчает Эту Глину И Перелепляет В Образ Подобный Его Образу Мы знаем Этого Великого Горшечника Ты Же Не Боишься Пойти На Его Кружало Слово Где Его Руки Его Руки Будут Лепить Из Тебя Ваять Тот Сосуд Для Чести Изваяет Прямо В эту Великую Симфонию Его Слова Понимаете И тогда Они Видят Слово Двигающее Дальше Они Видят Слово Двигающее Дальше Аллилуйя Бог Знает Когда Должен Измениться Ее Ритм Он Знает Как Отбивается Ритм Я Не знаю Как Он Отбивается Но Он Знает Он Знает Как Он Отбивается Я Не Знаю Но Я Смотрю Вот На Это И Говорю Что Ж Это Уже На Подходе Много Скорбей У Праведника Но От всех Их Избавит Его Бог Видите Бог Двигался На протяжении Все Все И Все И Истории Под Ритм Обетования Его Слова Вот Друзья В такой Великой Симфонии Мы Живем Вот Так Бог И Ваяет Нас Вот Так Мы Уже Не Будем Бояться Когда Мы Будем Выходить Правда Из Этого Помещения Когда Ты Просто Придешь Домой Ты Будешь Сказать Ну Господи Пусть Эти Ноты Дирижера Да Чтоб Мы Могли Был Слышать Этот Новый Переход Он Знает Это Не Значит Что Ты Не Будешь Никогда Знать Он Научит Тебя Наставит Тебя Прошлое Возвестит О Будущем Скажет Правда Аллилуйя Он Приготовил На место Друзья У нас Есть То Вечное То Что Не Портится И Ради Этого Мы Будем Сражаться Он Дал Нам Эту Землю Аллилуйя И Бог Позаботится Он Даст Смелость Нам Но Он Пойдет Впереди А мы Выгоним Это Все С Его Помощью Аллилуйя И Воспоем Ему Песен Хвалы Да Благословит Вас Бог Давайте Мы Поднимемся Пусть Музыканты Пройдут Бог Ваяет Нас И Тогда Мы Будем Знать Из Какого Теста Или Там Из Какой Глины Мы Сформированы И У Бога Есть Цель Для Нас Друзья Аллилуйя Тогда Никакие Насмешки Никакие Понимаете Бесы Никакие Демоны Ада Не смогут Остановить Вас Когда Вы Знаете Своё Место И Свою Позицию К Чему Вас Бог Призвал Аллилуйя Когда Мужья Что На нас Это Ответственность Когда Нечто Приходит Мы Должны Успокоить Мы Должны Успокоить Нашу Семью Чтобы Этот Шалом Пребывал В этих В этих Шалашах В этих Палатках Аллилуйя Чтобы Слава Шекина Чтобы Этот Свет Мог Вытеснить Нервозность Правда Всякое Это Бремя Аллилуйя Давайте Склоним Голову Господь Мы Прошлись По местам Писаний Мы Чудно С Тобой Прогулялись Господь И Ты Был Рядом С нами Господь И Ты Успокоил Утешил Нас Чтобы Мы Смотрели На Тебя Господь Иисус Потому Что У нас Есть Это Великое Облако Свидетелей Которые Были Победители В каждом Периоде Церкви Аллилуйя Которые Как Написано Заграждали Уста Львов Погашали Силу Огня О Боже В Битве Были Победителями Жены Получали Своих Мужей Воскресшими Отец Мы Ожидаем Этого Обетования Дальше Господь Что Мы Знаем Что Книга Деяний Пишется И Сегодня В Наши Дни Мы Знаем Что Как И Ани И Амри Противились Моисею Так Это И Сейчас Продолжается Что Есть Эти Наглые Ругатели Мы Это Все Знаем Помоги Нам Продвигаться С Нашими Семьями Того Того Кого Ты Ты Нам Дал Взирая На Нашего Начальника И Завершителя Веры Господа Иисуса Христа О Усмири Эти воды О Господь Ты Знаешь Как Нас Провести И Для Кого Это Может Казалось Как Безумием Когда Они Ушли Когда Уже Моисей Раб Умер И Передал Это Иисусу Навину И Были Опять Казалось Проблемы За Проблемами Но Ты Учил Доверять И Ты Приходил И Показывал Кто Есть Бог Кто Может Взять Любую Ситуацию Под Свой Контроль О Мы Знаем Эти Искупительные Имена Помоги Нам Господь Дальше Держаться Тех Кого Ты Нам Дал Наших Любимых Наши Семья Господь Приносить Это Тоже В Молитве Держать Это Господь С Верою Тогда Мы Знаем Что Господи Я Не Хочу Смотреть Зрением Я Хочу Ходить Верою Хочу Ходить Откровением Которое Ты Посылаешь На Каждый Раз Укрепи Господь Твой Народ И Исцели Больных О Пусть Это Может Кто-то Если Проходил До Этого Момента Даруй Ему Господь Освобождение И Исцеление Открой Глаза Господь Чтобы Они Посмотрели Или Кто-то Мог Увидеть Кто Его Окружает То Воинство Небесное Отец Мы Поистине Побыли В этом Оазисе Двигайся Среди Нас Дальше Господь Чтобы Дух Святой Говорил И дальше Господь И вел Боже мой Благослови Господь Когда будут Уезжать Брат Павел Там Димочка Марик Сестра Маша Господь Они Поедут Туда В Россию Господь Помоги Ему Видеть Господь И доверять Аллилуйя Что ты Уготовил Для них Чтобы Они Могли Господь Увидеть Тебя Господь И Принести Господь Это Назад Ту Славу Когда Они Братья Потом Еще Поедут Дальше Дима С Марком На Кавказ И Российский Донецк Если ты Благословишь Благослови Тех Святых Чтобы Они Несли Эти Приветы Господь То Слово То Утешение Что Бог Заботлив Бог Не Оставит И Не Покинет Нас Если Все Идет Не Так Раньше Пели Наши Сестрички Наша Молодежь Слав Христа Если Ты Попал В Просак Даже И Тогда О Боже Пусть Это Будет Для Нас Этими Алмазами Этими Драгоценными Камнями Те Переживания Которые Как Ты Формируешь Нас Шлифуешь Нас В Образ Слова Благослови Твой народ Благослови Брата Джорджа Здесь Лена Их Деток Господь Где Где Они Были Пусть Твоя Рука Хранит И Господь Они Приехали Посетить Здесь Своих Родных И Мы Благодарим Что Они Посетили Божью Семью О Боже Да Будешь Ты Господь Среди Них Благослови Брата Анжи Когда Они Сейчас Саней С Мартой С сестрой Ириной Домой Марта Там Побудет Господь Благослови Пусть Это Слово Утешит То Что Мы Проходим Но Господь Мы Можем Увидеть Агнца Для Нас Это Самое Реальное Для Нас Это Самое Важное Агнец Пусть Появится Когда Приходят Эти Проблемы И 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 Алли Тот Который Сможет Покрыть Все Кровью Прощением Любовью Алли Лу Благодарим Тебя Господь Благослови Этот Предстоящий Лагерь Для Деток Мы Хотим Быть С ними На Природе Господь Увидеть Тебя Господь Как Увидеть Господь Как Они Дружат Вместе Боже Мой Помоги В этом Пошли Устройство Пошли Благословения Пошли Эту Погоду Отец Позаботься Господь И С этим Пропитанием С этим Доставкой С кухней Что бы Это Ни Было Господь Благослови Кто Будет Подвязаться Аллилуйя Спасибо Тебе Мы Хотим Там Видеть Тебя Господь О Ты Заботливый Отец Ты Никого Не Потеряешь Ты Держишь Каждого За правую Руку О Мы Так Благодарны Тебе Исцели Господь Крести Духом Святым Тех Жаждущих Сердец Господь О Боже Аллилуйя Мы Хотим Принести Тебе Жертву Хвалы Словословия Господь О Мы Не будем Смотреть Господь Мы Не будем Смотреть На Проблемы Мы Будем Смотреть На Избавление На Ответ Через Что Это Придет Господь Господь Если Ты Нас Предузнал Тех Ты Предопределил Тех И избрал А кого Ты Избрал Тех И Прославил О Мы Знаем Что Любящим Его Призванным По Его Изволению Все Содействует Ко Благу О Мы Не Должники Плоти О Господь Мы Умерщвляем Все Эти Желания Господь Чтобы Жить Для Тебя Пусть Твоя Кровь Течет И Очищает Аллилуйя Каждого Из Твоих Детей Ты Дал Нам Замечательную Эту Пищу Господь Пусть Орлы Подымят Свои Крылья Взлетят Подхватят Этот Порыв Ветра Духа Святого Подыми Нас Дальше Господь Когда Мы Подымаемся Выше Мы Больше Видим Аллилуйя Ты Дал Господь В этот Период Орла Тех Орлов И Мы Мы Хотим Больше Жаловаться Мы Не Будем Ворчать Дай Нам С Терпением Проходить То Поприще Которое Нам Предстоит Пройти Мы Хотим Взяться За руки О Господь Мы Хотим Убрать Вся Игру Вся Вся Время Как Говорит Писание Чтоб Это Не Запинало Чтоб Это Не Давило Нас Аллилуйя Потому Что Мы Сыны И Ты Каждого Сына И Дочь Которая Приходит К Тебе Ты Испытываешь Аллилуйя Благослови Родителей Благослови Детей Наших Старшее Поколение Пусть Этот Голубок С Этой Веточкой От От Этой Маслины От Духа Святого Ведет Этих Орлов Мы Хотим Привести Все В Порядок С Такой Тишине Мы Слышим Эти Крылья Твое Веяние Дай нам Побыть Под этими Крыльями Херувимов Побыть На Твоей Груди Ты Напоминаешь Нам Что Ты Ведешь Нас Что Ты Бывает Подымаешь Нас Несешь Нас Что Мы Могли Поглянуться Назад Что Это Не Была Какая Проблема Что Это Была Твоя Рука Чтобы Ты Мог Я Мог Увидеть Благость И Милость Господа Аллилуйя Господь Пусть Твой Дух Святой Движется Дальше И Помазание Приносит Господь Силу Для Служения Аллилуйя Спасибо Тебе За Это Чудесное Время Время Общения С Тобой Мы Любим Тебя Дай нам Услышать Это Как Это Услышал Авраам Как Это Услышал Наш Бронхам Сколько Он Пережил Господь Но Он Горит Это Все Оставило Следы На песке Времени Для Вас Что Вы Могли Бы И И Что У Нас Есть Это Наследие На Другой Земле Он Побывал На той Стороне И Он Сказал Я Видел Всех Вас Он Сказал Это Я Видел Всех Вас Бежали К Миллионы С Жемчужными Улыбками Зубами С Этими Красивыми Глазами Развивающиеся Волосы Никакого Признака Болезни Смерти Никакого Бремени В Этих Светлых Одеждах Ты Нам Вернул Это Господь И Мы Дорожим Этим Этим Словом Мы Не Хотим Это Снимать Аллилуйя Мы Будем Ожидать Тебя Когда Мы Не Услышим Этот Стук Колес Чтобы Запрыгнуть В эту Бричку В Объятие Жениха Пусть Твоя кровь Дальше Очищает Твоих Детей Аллилуйя Чтобы Мы Могли Быть Стоять Стоять Святые Непорочные В Любви Аллилуйя Чтобы Мы Могли Бы С Дерзновением Входить В Это Святое Святых Проходить Это Поприще Аллилуйя Будь Благ Господь Каждому Из Стоящих Каждому Кто С Нами На Связи Благослови Твоих Детей Он Никто Вас Не Забыл Он Рядом Аллилуйя Пусть Это Вера Это Добродетель Притянет Его Чтобы Он Был Виден На сцене Действий Твоей Моей Жизни Спасибо Тебе За это Господь Во Давайте Дальше Поклоняться Слава Господь 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 В этот день Свое слово Послал Час проявления Небесны Настал Все Что в своем слове Бог писал Хочешь Чтобы Человек Этим Стал Господь Я прошу Мою Жертву Прими Огнем Святого Духа Ко мне Сойди Тогда Исполню Волю Я Твою Когда Ты Открываешь Мне Тайну Свою Лишь Только Ты Достоин Взять Книгу Жизни Моей Печати Снять И Раскрыть Что Заложено Мне Ведь Как И Заклон Мыл Меня Ты Искупил И Брава На Наследие Своё Заявил Свят Свят Господь Вся Земля Волна Славы Его Всё Беззаконие Моё Удалено И Грех Очищен Мой Я Теперь Весь Твой Поклоняюсь Тебе Телом Духом И Душой Меня Выбил Бог С пониманием Лосково Чтобы Жил Я Только Откровением Слова Сейчас Питаюсь Сокровенной Маной Я Изнутри Наружу Меняюсь Я Не Надо Своих Мне Прикладывать Силь Всё В чём Я Нуждаю Сон Меня Вложи И Только Так Ты Можешь Стать Нарлом Если Прежде Мира Я Ты Можешь Твой Ты Достой Взять Небу Жизнь Моей Печать снять и раскрыть что заложить на дни пиццами за план вы меня ты и права на наследие свое заявил сходят господь вся земля полна славы его все беззаконие мое удалено и грех очищен он и я теперь весь бой оклоняясь тебе телом духом и душой спасибо что меня семя веры вложи через слово часа чудно так оживи лохмоть я мира этого снимаю я и в одежду слова обвлекаюсь я новую песнь тебе я пою и приятный филиям к кресту приношу позиции твердо я стою ведь принадлежу я только ему лишь только ты достоин взять книгу жизни моей печати снять и раскрыть что заложено мне и права на наследие свое заявил сходят господь вся земля полна славы его все беззаконие мое удалено и грех очищен он и я я теперь весь дом поклоняюсь тебе телом духом и душу самый темный период сейчас но свет слава сильнее всем раз этим светом мой путь освещен чтобы шагом уверен и все чтобы шагом уверен и все во свете откровения шагаю я уверен и я путем не твение я что кровью окоплен господь не открывается а он для меня является надежный и проверенный единственным путем оживляет про образы чтобы каждым из них жить я мог он направил он направил мой взор к небесам все проблемы решает он сам во свете откровения я шагаю я уверен иду путем не твение я что кровью окроплен господь не открывается а он для меня является надежным и проверенный единственным путем след иду за проводником след иду за проводником след иду за проводником ведь не раз он путем этим шел полностью доверяюсь ему все препятствия с ним я пройду во свете откровения шагаю я уверен и иду путем не твение я что кровью окоплен господь не открывается господь не открывается а он для меня является а он для меня является надежным и проверенным единственным путем во свете откровения я шагаю я уверена иду путем не твение я что кровью окроплен господь не открывается а он для меня является надежным и проверенный единственным единственным путем а он для меня а он для меня а он для меня и чтобы как христос любя снизойти другим чтобы брату и сестре руку мог подать и поддерживать в борьбе веру поднимать это сила это сила третьего рывка совершает большие дела силу Бог дам для того чтобы ты служил чтобы поднимать исцелять и любовью других освобождать и любовью других освобождать силу дал Бог для того чтобы ты служил и присутствие его и присутствие его ближних приносит и в божественной любви подвиги свершал благодать являл другим а не осуждал это сила третьего рывка третьего рывка совершает большие дела силу Бог дам чтобы поднимать исцелять и любовь и любовью п balcony освобождать и любовь п balcony освобождать Совершенная любовь прогоняет страх Голос Божий слышу вновь все в Твоих руках И что скажешь ты сейчас, то произойдет Невозможное для нас совершает Бог Эта сила Третьего рынка совершает большие дела Силу Бог там, чтобы поднимать, исцелять И любовью других освобождать И любовью других освобождать Силу Бог там, чтобы поднимать, исцелять 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 Силу Бог там, 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 исцелять Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова